За час пять километров, в часы пик, Караганда встает в пробках. Особенно это касается магистралей между центром и юго-востоком. По данным статистики, за год число автомобилей выросло на 12%. Как можно решить проблему, Людмила Батюшкина узнавала у специалистов. Жители улицы Пищевой в Караганде с прошлого лета узнали, что такое по-настоящему загруженная дорога. Причиной стал ремонт на соседние улицы Космонавтов. Весь поток транспорта теперь идет здесь, а люди задыхаются от пыли и выхлопных газов, не отпускают от себя детей, не могут перейти по пешеходным переходам. Четырехполосная дорога. Неожиданно она сужается до двухполосной. И что потом будет, это бутылочное горлышко. Здесь так-то были на космонавтов с Гоголя перекрестки на светофоре пробки каждое утро в часы пик и каждый вечер. Сумасшедшие пробки были до поворота на аэропорт. Люди сигналили, нарушали правила, лезли, не пропускали пешеходов. Караганда стоит в пробках в часы пика вот Алматы уже почти круглосуточно, говорят ее жители. В Астане вроде и развязок много построили, но для людей даже добраться из одного ЖК в другой – целый квест с риском для жизни. В Казахстане уже 5,5 миллионов автомобилей. За год их число выросло больше, чем на 12%. Однако мы еще далеко от уровня автомобилизации Европы, Америки и даже соседней России, считают автоэксперты. Запретить людям покупать авто невозможно. Наши города, как и европейские, не готовы к такой массе машин. Нужно развивать общественный транспорт. Когда общественный транспорт будет более комфортным, привлекательным, когда люди будут понимать, что на автобусе я доеду быстрее, чем на автомобиле, на автомобиле я буду стоять в пробке, а на автобусе по выделенной полосе в комфортных условиях проеду до местозначения, то многие переседут в автобус. Урбанисты согласны. Автобус способен забрать столько людей, сколько едут на десятках автомобилей. При этом ездить автобусы должны до более позднего времени, говорят они. Также нужно строить больше магистралей, параллельных самой загруженной. Чтобы машины распределялись, а не ехали все по одной. У нас мало параллельных веток. То есть это Бухаражрау, Гоголя, ХМК мост и Федоровский мост. Ну как бы четыре ветки. И то довольно далеко расположенные между другом. В генеральном плане уже давно заложены дополнительные мосты через железную дорогу. Потому что она наша такая разделяющая полоса. Да, у нас узкие горлышки. Каким образом и как это можно будет сделать, какие именно мосты из этих заложенных можно применить, но это другой вопрос. По идее это одно из решений. Это инфраструктурное решение. Можно настроить дополнительные светофоры на прилегающих улицах так, чтобы поточность транспорта была более слажена, считает архитектор. Допустим, можно разнести время начала и конца рабочего времени разных даже государственных учреждений. Допустим, какие-то начинаются в 8.30, какие-то в 9, какие-то в 9.30. То есть согласовать это временной промежуток, мы немножко растянем этот час-пик на большее время. Плюс есть варианты как раз настройки светофоров, то, что мы говорили. При этом расширение дорог вовсе не панацея. Мера дорогостоящая, а эффект будет на короткое время, говорит Алексей Волошин. Дальше на эту широкую дорогу будет ехать больше машин и пробки появятся вновь. Помогло бы появление большего числа магазинов, детсадов, парков и спорткомплексов в шаговой доступности, чтобы люди не ехали через весь город, но и велодорожки. Правда, в исторических старых частях городов это почти невозможно. Крайняя мера – запрет для въезда транспорта в определенные дни или часы в определенные районы.